В нашей главе есть много тем. Глава начинается про зажигание в норы. Когда ты вознесешь свечи, ты зажгешь их. Семь свечей. То есть, они все должны были быть, было всего семь свечей. Были три направо, три налево и один центральный. Так, фетеря должны были быть направлены к центральной. Три справа, в левую сторону, к центральной, а три слева, к правой. Во яске норын сделала та корона в мупне амниро, к лицу норы эго норы сел зажег свечи. Каши, а цива один эсмиша, как бог видел миша. Есть вот интересный медраж, и раж его приводит, что Аарон очень переживал, что все колено Израиля принесли подарки и пожертвования, а он и его колено левий не принесли. Бог его утешил, что ты зажигаешь мнору. И будет время, что храм будет разрушен, и жертвы не будут приносить, а светильник останется. Рамбан на месте спрашивает, когда храм разрушен, то и светильник не зажигает, но нору не зажигает. Медраж написано, что твои дети помогут, и эти свечи будут гореть. Рамбан приводит еще кусочек медража, что медраж имеет в виду, что будет время, когда еврейство будет в опасности. Будет время, когда еврейство будет в опасности, и тогда твои потомки спасут положение. Это потомки Аарона Хасмонаим, которые подняли знамя восстания, воевали, рисковали жизнью, многие из них погибли. И будут зажигать мнору, будут зажигать ханук, имея в виду не мнору, которые в храме, а ханукальные свечи, которые будут дальше продолжать гореть, будут продолжать зажигать, даже в то время, когда храма не будет. В нашей главе Тора нам рассказывает интересную, что было тогда. Я читаю тут начало девятой главы. Так Бог говорил к Моше в пустыне Синай во втором году, их выхода из земли египетской, в первом месяце, говорят. Какой первый месяц? Вы знаете. Первый месяц – это Ниссан. И как Раша Гемора говорит, вот этот кусочек по времени, он первый в этой книге Бамидвар. Потому что перепись, с которой начинается книга Бамидвар, была во второй месяц, а это в первый месяц. Я особенно, что в Евреи сделали с апостола Бамеяды в его время. В 14 дня этого месяца, между вечерами, сделали его в свое время, по всем законам, по всем правилам, что вы его делали. Что значит между вечерами? Принесение пасхальной жертвы. То есть пасхальную жертву режут и брызгают кровь от полудня и до захода солнца. Почему это называется между вечерами? Значит так. И с полдня, до полудня, солнце поднимается к центру. После полудня клонится к западу, к заходу. От того момента, что солнце начинает идти из центра к заходу, к заходу и до захода солнца. То есть от полудня и до захода солнца. Моше сказал, что нам израили сделать пасх. И они сделали пасх. Как все, что Бог велел. А вот тут были люди. Баи-ган-ношим. Были люди. Они были нечисты по душам человека. То есть по умершему. Вы знаете. Кто дотрагивается до умершего, становится нечистым. И не могут делать пасх в тот день. В тот день они не могли. На завтра, да. Но в тот день они были нечистыми. Баи-ган-ношим. Приблизились к Моше Арону. Моим рассказали о ночи Моима Ихов. Эти люди к нему. Анахнут мейим генефиш одом. Мы нечисты по душе человека. Так лома не гора. Почему, чтобы мы были меньше, левил Тиакева скорба над иной бемеядой. Не приносить жертву Бога в свое время, то все бы не строилось, если оно вызвало. Что они говорили? Они говорили так. Все евреи приносят пасхальную жертву. А почему мы были, чтобы мы были хуже? Моим агэм мэшэ, скалэм мэшэ, им дувэшмо. Стойте, я послушаю. Моим самым одином, что Бог скажет про вас. У Моше была особая возможность спросить Бога и получить ответ. Вы знаете, возможность Бога только у Моше. У других пророков такой возможности не было. Теперь тут такой вопрос. Что они спрашивали и что они хотели? Пришло время принесения пасхальной жертвы и надо приносить. Скажите, они должны ее приносить? Нет, они нечисты. Они могли ее приносить? Тоже нет. Что же они хотели? Смотрите. Они чувствовали важность этой заповеди. Важность принесения пасхальной жертвы, которая очень важна. И они ощущали так. Все евреи приносят, а мы не приносим. Что будет с нами? Все евреи приносят, а мы нет. Они имели большое желание, чтобы, как все приносят, чтобы они тоже пронесли. И Моше сказал, он спросит у Бога, что можно сделать. Есть разный подход человека к заповедям разных людей. Есть люди, у которых подход я обязан или я не обязан. А у них был подход совсем другой. Им было больно и жалко, что они не могут принести пасхальную жертву. Так они обратились к Моше. Что нам делать? Это же потеря. Это же большая потеря. Что мы будем делать? Интересно, что желание человека и стремление его выполнить заповедь, оно имеет большую духовную силу. И именно через них, через их вопрос был ответ Бога. Какой был ответ Бога? Ответ Бога был, сейчас прочитаю. Сказал Бог Моше говоря. Говорится нам Израиль, говоря, человек, который будет нечистым по умершему, или в далекой дороге вам, или в поколениях, и он говорит, пусть сделает Песох перед Богом. Во втором месяце 14 дня между вечерами пусть сделает его с мацот и горькими травами, чтобы его ели. То есть кто не делает, кто не может, не мог принести пасхальную жертву в первый месяц, в первый месяц 14-го Ниссана, в первый месяц, пусть приносит пасхальную жертву во второй месяц 14-го ияра. То есть кто не принес первый месяц 14-го, первого месяца, пусть принесет 14-го второго месяца через месяц. И те же законы, пусть не оставляют его до утра, пусть не ломают кости, во всем законам Песоха его приносят. Второе, это называется Песох Шенни, второй Песох. Смотрите, это те же законы принесения пасхальной жертвы, но не те же законы Песоха. Он должен есть пасхальную жертву вместе с мацот и горькими травами. Но в Песох у нас же есть еще закон. В Песох у нас дома не должно быть хамец, не должно быть квасного, не должно быть хлеба. А во второй Песох у него может быть квасное дома, но с пасхальной жертвой он должен есть мацу и есть горькие травы. И дальше тут говорится, что человек, который был чист и не был в дороге и не принес пасхальную жертву, так его душа будет отрезана от своего народа. Потому что жертву Бога он не принес свое время. Он будет нести свой грех тот человек. А если будет жить с вами пришелец, не еврей, который принял еврейство, так пусть сделает Песох перед Богом. По всем законам Песоха, по всем правилам пусть так делает. Те же законы будут у вас, и у пришельца, и у постоянного жителя страны. То есть они имеют те совершенно те же правила. Дальше идет интересная глава. Что мы можем учить из этой главы про второй Песох? Мы можем учить, во-первых, как относиться к заповедям. Отношение должно быть не только я обязан или не обязан. Желание выполнить заповедь как надо. И когда человек не может ее выполнить, то это ему очень неприятно. И он ищет пути, как он может это сделать. Почему? Потому что они чувствовали, что это большое духовное приобретение. Большая прибыль. Точно так же, как люди, которые занимаются бизнесом. Если им ты скажешь, ты знаешь, а этим бизнесом ты не обязан заниматься. Что он скажет? Я не обязан. Но скажите, я буду иметь от этого прибыль. Подобное отношение должно быть и тоже к заповедям. Когда человек что-то делает, может выполнить заповедь, это большое духовное приобретение, большой выигрыш. И мы видим, что если человеку больно, и он имеет стремление сделать заповедь, и кажется, что естественно он ее не может выполнить, Бог может открыть новые пути, новые возможности, о которых он раньше не предполагал, и он сможет это сделать. Если у человека есть действительно глубокое желание это делать. А дальше Тора нам рассказывает о скитаниях евреев в пустыне. Как они ехали? Чтобы успеть больше, я, может быть, буду читать сразу уже на русском. В день, что установили мешкан, облако покрыло мешкан, палатку свидетельствовал. А вечером был над мешканом как вид огня до утра. Так постоянно было. Облако покрывало, а вид огня ночью. И с поднятием облака из нас палаткой, и потом ехали сыны Израиля. И в том месте, где располагалось там облако, там располагались сыны Израиля. То есть, когда поднималось облака, так потом евреи ехали. А там, где останавливалось облако, там они останавливались. По устам Бога они ехали сыны Израиля, по устам Бога останавливались. Все время, пока облако было над мешканом, они располагались, были на месте. А если было долгое время облако над мешканом, долгие дни, сыны Израиля сохраняли стражу Бога и не ехали. Рамбан говорит, что бывало иногда, что место не хочется там быть, неприятно. А облако стоит, они дисциплинированно оставались на месте. А бывает, если было облако несколько дней, считанные дни над мешканом, так считанные дни, так по устам Бога они оставались на месте, и по устам Бога они ехали. А бывало, что облако было с вечера до утра. Облако поднималось утром, они ехали. Или день и ночь, поднималось облако, они ехали. Интересно, тут приводятся разные времена. Во-первых, время от вечера до утра было. А бывало и вечера до утра, понятно, что это очень неудобно. Только пришли на место и только легли спать, а утром надо ехать дальше. Это неудобно. Не остановились, не отдохнули. И евреи следовали тому, что Бог велел. А бывало иногда день и ночь. Рамбан спрашивает, день и ночь, чем это тяжелее, чем только вечер? Чем? И Рамбан отвечает. Если от вечера до утра, как мы сейчас говорим, положили чемоданы и пошли спать. А если день и ночь, то люди думают, что, может быть, мы тут останавливаемся. Стали открывать чемоданы и начинают раскладывать вещи. А тут вдруг облако поднимается. Так надо ехать дальше. Или два дня. Или месяц. Или год. Когда долгое время было облако над Мишканом располагаться на него, они располагались на Израиле и не ехали. А когда он поднимался, они ехали. По устам Бога они располагались, останавливались и по устам Бога ехали. Стражу Бога они соблюдали по устам Бога через Мишкан. Интересный вопрос. А расчеты Бога мы же не всегда можем знать. Почему расчеты у Бога были? Чтобы в этом месте быть от вечера до утра, в этом день и ночь, в этом два дня, в этом год, а в этом больше года. В чем были расчеты Бога? Смотрите, знать. Как мы можем это знать? Но я слышал интересный комментарий. Росшишеват Воложен был Робицхок из Воложена. Он говорит такой интересный комментарий. Он говорит так. Приводит это от него автор книги Решем. Это дедушка Рав Ильяшева. Это крупнейший ему кубал последних поколений. Отец матери Рав Ильяшева. Он жил в Литве, Белоруссии, а потом последние несколько лет жил в Иерусалиме. Он был крупнейшим кубалом, был крупнейшим каббалистом за последние годы. Он ушел в 1926 году. Он приводит от имени Робица Воложена так, что в пустыне были разные духовные нехорошие вещи, которые евреи своим нахождением там должны были исправить. И там, где было легче исправить, они были меньше времени. Там, где было труднее исправить, они были больше времени. Это были расчеты Бога, между прочим. Тут это говорится про пустыню. А в наше время тоже. Сам человек должен выбирать, конечно, место, где лучше для него в духовном. Но бывает, что Бог посылает человека в то место, где не он выбрал. Так он должен знать, что это командировка, которой Бог его посылает. Как там было. Бог вел евреев в пустыне. И там, где было больше времени, они должны оставались, а не оставались. Хотя это им было неприятно. У Бога есть свои расчеты, где каждый еврей чтобы был. У нас, у каждого из нас есть свои расчеты, как лучше в духовном плане. Иногда приходят расчеты, как лучше в материальном. Но у Бога есть свои расчеты, кого куда он посылает. Так тут приводится, вся эта глава написана о том, как евреи следовали приказам Бога. И там, где их Бог оставлял, там они были соответственно Его указаниям. Там, где Бог оставлял обрако больше времени, они оставались больше, меньше, меньше. Вы знаете, что есть мнение в том, что мы знаем, что книга, мы знаем, что есть. Есть пять книг Торы, правильно? Есть мнение в Талмуде, что книга Бамидвар делится на три части. Есть ведь, есть в нашей главе есть два предложения, которые мы говорим при вынести Торы. Ваи бен Сеорен, было когда, наверное, вы слышали, когда выносят, выносят Тору, говорят это. Ваи бен Сеорен ехал в Арон, в Ковчег, сказал во имя Мэйш, сказал Мэйш, Кумашем, встань Бог в ее футу и вверху, чтобы расселись твои враги, в ее носу мы санехом и понехо, чтобы такие враги убежали от тебя. Внухик, а он был в спокое. Я ему сказал, что вашему спокоен Бог, рыбами и сауфы не строил. В десятки тысяч, тысячи евреев. Так тут есть перевернутый Нун в начале, перед этими двумя предложениями, и перевернутый Нун после этого. И это в свитке Торы. А почему? Есть два мнения. Одно мнение, что этот кусочек вообще-то должен быть не здесь, а 50 глав раньше, там, где написано, как евреи ехали. То есть это говорится, ставить перевернутый Нун, что надо поставить эту главу 50 глав раньше. А другое мнение в Талмуде, что это как бы разделение между двумя частями хумашбамипа, и они как бы как две отдельные книги, а вот эти два пасука тоже как отдельная книга. То есть получается, в нашей главе получается как три хумашима по этому мнению. Часть главы до этих двух предложений, эти два предложения как отдельный хумаш, и часть главы после. В книге «Амегдавар» от Митсива из Воложена объясняет эту линию так, что мы знаем, что есть разные уровни, как Бог ведет еврейский народ. Когда Бог выводил евреев из пустыни, как Он их вел? Он вел их с открытыми чудесами, с большой близостью и с открытыми чудесами. Затем, когда евреи вошли в страну Израиля, какая была линия поведения Бога с еврейским народом? Бог, конечно, руководил всем, но более скрытым путем, когда евреи жили в стране, пошли в страну. Вопрос о переходе разных путей, как Бог вел еврейский народ. В книге «Амегдавар» от Митсива он говорит, что в начале книги «Амегдавар» была одна линия руководства, а затем немножко другая. Среднее еще тоже было проявление близости Бога и чудес, но меньше, чем раньше. Это была как бы подготовка к тому, что евреи войдут в землю Израиля. Тут в дальнейшем, в дальнейшем кусочке головы написано, что народ жаловался, это было плохо в глазах Бога, и услышал Бог, разгорелся его гнев, горела на них огонь Бога, и он горел в конце лагеря. Народ кричал к Моше, и Моше молился к Богу, и огонь остановился. То есть огонь сжег в краю лагеря. Какой край он сжег? Он сжег самых слабых в духовном отношении евреев. Более униженный, то есть те, которые присоединились к еврейскому народу при выходе из Египта. То, что их называют илеврав, так говорит, это одно мнение. А другое мнение, наоборот, более важное. Так это место назвали Тавейро. Горела на них огонь Бога. Так, что значит народ жаловался? На что он жаловался? Они жаловались, смотрите, сколько мы устали в дороге. Мы три дня идем и не отдохнули. А что было действительно? Почему так было? Бог хотел их скорее везти в страну. А они имели претензии. Смотрите, это очень важный вопрос. Как человек подходит к тому, что Бог ведет с ним? Тот человек, который имеет отношение к Богу, он понимает, что все, что Бог с ним делает, это к добру. И даже если иногда трудно, так есть на это свои причины. Не всегда и не все мы понимаем в том, что Бог делает. Но мы знаем и понимаем, что все, что Бог делает для нас, это к добру. Вы знаете, как говорят? Что говорят маленькие дети про папу и маму? Некоторые из них. Что они от нас хотят? Мы хотим что-то поесть вкусное. Нет, еди это. Мы хотим делать это, они разрешают. Хотим играться, не играть. Что папа с мамой от нас хотят? Они нас точно не любят. Смотрите, сколько проблем они нам делают. А есть дети, которые понимают, что Бог, что папа и мама их любят и все делают к добру. Есть люди, которые как дети, которые не понимают, что то, что Бог делает с нами, у Бога есть свои расчеты, это к добру. Это то, что было плохо у них там. А сброд, который был внутри него, это кто этот сброд? Это те, которые присоединились к еврейскому народу, видя чудеса выхода, и они присоединились. И Моше, не спрося, у Бога их принял. Почему Моше их принял? Очень просто. Понятно. Потому что это же освящение, он понимал так, это освящение имени Бога. Египтяне и другие народы понимают величие Бога и хотят присоединиться. Конечно, их надо принять. А Бог потом имел на Моше претензии. Потому что так, один человек присоединяется, два это одно. А когда большая группа, самостоятельная, которая может влиять, это может нести в себе и опасность. Как так было, кто были инициатором Золотого Тельца? Именно они. А кто сейчас имел претензии? Опять таки они. Вы знаете, что было Золотым Тельцом? Бог сказал к Моше так. Иди спустись, потому что твой народ испортился. Значит твой. Твой народ, значит тех, которые ты принял, не спросив у меня. Ну, Моше ответил Богу почти тем же выражением. Почему? Чтобы горел гнев Бога на твой народ. На еврейский народ. То есть те, которых я принял, это на них претензия. А почему? Чтобы горел гнев Бога на твой народ, на еврейский народ. Так сброд, который внутри него. И таву тава захотели иметь страсть. Есть люди, которые хотят иметь страсть. Хотят иметь страсть. Хотят, чтобы им хотелось. И потом вернулись и плакали. Так же сына Израиля и сказали, кто, чтобы дал нам есть мясо. Что значит у них не было мяса? Да. Значит так. Как иногда были перепела. Иногда. А постоянно не было. Из этого кусочка надо есть большой урок. Они просили, кто бы дал нам есть мясо. И они имели еще претензии. Чем это кончилось? Что Бог сказал? Я им дам мясо. Но ни день, ни два. До месяца. То есть Бог им послал перепелов. И они ели. И потом они от того, что они ели, они от этого умирали. То есть страшные вещи. Когда человек что-то просит у Бога, так человек должен быть. Должен знать, что он просит у Бога. И Бог его наказывает. Знаете чем? Он удовлетворяет его просьбу. Вот давайте. Когда мы что-то просим у Бога, надо просить, чтобы это было на добро. А мне именно это. Вот, например, даже когда мы просим Бога в молитве о дождях, как мы говорим, дай нам дождь на богословление. Но просить у Бога то, что мы не знаем, на добро это или нет, человек может просить, пошли мне детей, чтобы они хорошо воспитались, пошли мне про носу, что мне нужно для пропитания. Но просить у Бога, помоги мне именно этой работой или в этом месте, именно через это, это не надо. Человек должен просить у Бога, но не давать Богу советы. Просить Бога свои потребности, но не давать Богу советы. В общем, каким образом это Бог делает? И тоже надо знать, что Бог это делал нам на добро. Ну, и тут останавливаюсь.